Друзья, всем привет! Сегодня будет интересно, потому что сегодня история жизни. Не далее, как, по-моему, вчера, на самом деле не важно. Мы говорили с одним нашим разработчиком, и задача у него была простая. Взять два сервиса и использовать их в другом каком-то классе. Ну и когда я услышал, что нужно один сервис заинжектить в другой, я что-то как-то сначала даже немножечко растерялся. Ну, во-первых, есть такое понятие слои использования, а в других источниках это называется архитектура, как-то это еще может по-другому называться. Но суть в том, что на мое замечание, что нельзя инжектить один сервис в другой, я услышал возражение. Очень странно. Но когда начали разбираться, все прояснилось. Смотрите, у вас на экране есть такая статья в моем блоге, и, в общем-то, вот о чем я хотел поговорить. Смотрите, есть понятие, концептуальный слой, да, когда у вас, например, сервисы есть, провайдеры, менеджеры, они все равно как-то делят горизонтально ваше приложение. То есть есть понятие сервис, который самый низкий, да, вот в этой статье на самом деле описывается, который самый низкоуровневый, так скажем. И сервисы бывают разные. Например, логер, лог-сервис. Его можно инжектить и в провайдер, и в менеджер, и в репозиторий. Суть в том, что в провайдер может инжектиться другие репозитории, другие сервисы, в менеджер могут инжектиться провайдеры, которые в этой статье на самом деле описаны. В общем, на мой вопрос, на мой вопрос, почему именно сервис-сервис, ну, в общем, так удобно, и, собственно говоря, мне это не понравилось, потому что это неправильно. Суть вводит к тому, что когда вы инжектите, когда вливаете один тип, один тип в такой же тип, у вас получается рекурсия. Может быть, не получается, да, может получиться. То есть один разработчик в вашей команде, да, сделал профайл-сервис, в который заинжектил e-mail-сервис, а другой, ну, то есть там берет профайл, куда-то там отправляет, а другой взял и в e-mail-сервис заинжектил профайл-сервис. Естественно, он выхватит ошибку, и эта ошибка будет непростая, это будет ошибка в рантайм, то есть в режиме реального выполнения программы, и, в общем, разобраться, что из них. Почему? Потому что на его взгляд-то он заинжектил, и все нормально, то есть искать крайнего кто кого куда будет, на самом деле, очень сложно. Если же представишь, что у вас не два разработчика в команде, а пять или больше, ну, семь, десять, то такие казусы, они будут у вас постоянны. Поэтому, собственно говоря, и существует такое понятие conversation over configuration, то есть договоренности по конфигурации, поверх конфигурации, да, и она используется буквально во всех фреймворках. Например, isp.net.core.mvc, isp.net.mvc. Есть другие фреймворки, которые так или иначе построены по такому принципу. Ну, и, в общем, в команде, если у вас таких разработчиков много, нужно договариваться и определяться, что есть понятие сервис, ну, например, я говорю про нашу команду. Есть сервис, это такая самая маленькая частичка, которая может инжектиться в разные уровни. Есть понятие, допустим, провайдер, который он определяет или объединяет объединение сервисов. Вот это вот определение того, что в провайдер могут вливаться только репозитории, в менеджеры могут только провайдеры, это как бы такое условное. Это позволит избежать ошибок рекурсивной зависимости. Ну, и, в общем-то, названия, конечно, вы можете придумать сами, какие хотите. И, в общем-то, наверное, на этом все. Используйте правильно договоренности, оговаривайте их, описывайте их, чтобы люди, которые придут в вашу команду, понимали, что они делают, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые часы в разработке. Ну, на этом, наверное, все. Если будут вопросы, пишите. Субтитры подогнал «Симон»!